Сегодня 28 июля 2016 года. Ребята тут получили заброшенную проволоку от Игоря Валентиновича Глушкова. Она обросла уже вся там. Вот видите сколько уже набрали. Нам нужна она тут два заплота при прорыве воды на плотине стягивать. И вот какое-кое-как они выбрали. Ее распутают уже, не знаю, третий день наверное. Она проросла деревьями, пришлось подпиливать ее, вытаскивать, а потом сворачивать вот такие круги. Ну и что особенного? Ничего. Господь говорит, вспоминайте жену Лотову. Это не означает, что как она одевалась, какая была, высокая рост там нет, любила мужа нет, ничего нет. Вспоминайте жену Лотову. То есть только один поворот головы. Вся жизнь ее вошла в этот поворот. Она решила посмотреть, как же так. Столько работали дочери, и вдруг все, имение приданное, все сгорает. Как жить дальше? Один поворот. И Христос напоминает, вспоминайте, вот вспоминайте эту проволоку заброшенную. Она вся запутанная была, вот такая жизнь запутанная в семьях, особенно женитьбы. Вот мне один звонит уже в три часа утра из Сочи. Черный список пришлось занести. Невозможно, раз за разом. Вот была жена, дети оставил, с двумя оставил, с тремя взял. А вот теперь я хожу в церковь, как быть, и оставить я какой буду подлез, а те два это не подлез. То есть все запутанное. И у архиереев целые папки лежат дел бракоразводных. А он не имеет права архиереи. При живом мужа выйдет замуж, она прелюбодейка. Она прелюбодейка. В этом по христианским евангельским нормам 1300 лет два миллиарда мусульман в прелюбодействии живут. А по их законам, пожалуй, тебе надо четыре жены иметь, иди мусульманство. Там, по крайней мере, четыре одновременно дозаботиться. А тут придумали у православных, он как Пугачева, сколько раз венчается с мальчишками. И ничего нет повенчает. Были бы деньги. Мужчину с мужчиной могут повенчать. Содомская, уже говорится, церковь-то называется. Зачем к церкви это лепить-то? Тебе нравится безобразничать? Иди делай. Вот так запутано в государственном отношении. Нет правильных отношений с мусульманами. Почему нет покаяния? А они вот нас взрывают. А как с ними поступали? Ну, посчитайте Хаджимура от Ольга Николаевича Толстого. Конкретно. Ну, читайте внимательно. Когда разорили все, сожгли сено на зиму, заготовленное с трудом в горах. Пасеку порешили, внука убили. И они собрались у костерка, покинутые старики, аксакалы. И одно говорят только, Аллах, а зачем эти люди живут на земле? Это о православных говорят. В поговорку вошло, казанские сирота. То есть в Казани никого не осталось, одни сироты. Повырезали всех, Иван Грозный. Взорвали стену, причтение, такое Акафисто, молебно, такая-то песня. Это нам Бог заповедал так делать? Ни одного благовестника не послали за 600 лет. Мухаммад-то умер в 632 году. А я это из-за проволоки говорю. Эти запутанные отношения только покаянием. И резать самого себя, как вот мы деревья эти пилили, небольшие, которые проросли, выпиливать с корнем. Тогда можно что-то где-то как-то ожидать. И в семейной жизни везде начинать с подлинного истинного покаяния, как русская православная зарубежная церковь принесла покаяние перед старообрядцами, перед всеми. Наши предки гнали вас. Не поэтому ли при советской власти обрушились на нас вот такие вот гонения. Хотя мы не участвовали, но мы потомки тех самых. А эти гонения одобрял и Дмитрий Ростовский, и Тихон Задонский, и кого-то как-то не было. Серафим Саровский. Никто не обрещал царя за это. Почему Серафим Саровский нигде не призывал покаяться? А наконец покаялись, принесли. Покаялись. И все после этого растворились. А эта мерзость может хоть сколько смердеть на весь мир без покаяния. Это все я говорю из-за проволоки. Изничтоженные, из веки полезные. Сделаю тебя, как мои уста, говорит Господь Бог. Вот это вот нужно и делать. Вот это обыкновенная ржавая проволока. И она мне сразу напомнила жену Лотову. Вспоминайте ржавая проволока, когда в руках. Как запутана наша жизнь. Как трудно ее наладить. Вот сколько они уже сами все в этой ржавчине брюки не успевают стирать. Ну видно же вот сколько. Комары кусают от Никита. Володя там упутывает, чтобы можно было взять. Потом вынести когда-то. Сейчас, Володя, идем. Сейчас собрание у нас будет отдельное по лагерю. Бывшему уже. Уходим. Все на этом. Господь милостливый. Так, все вытащили, да? Никита, ты можешь брать тележку, складывать ребятишек с собой и куда-то увозить надо. Только убрать немедленно надо. Я думаю так. Отсюда тут тележка не поможет. Вывести вон туда вон и с той стороны в кусты хотя бы затащить. На нашу территорию убрать. Уходим, Володя. Вот коровы тут рядом. Сегодня ребята потеряли бдительность. Малыши залезли к коровам. Какие кусты-то? А? Какие кусты-то? Между складами или где там? Я думаю, к складам, где стекло лежит. Наверное, туда лучше всего. Где стекло у складов. Пока пошли, одевай. Все, бери, уходим. К храму. В зале там будет. А он пускай носит туда. Ему скажи, куда. Куда скажи. А одежу возите, посуду. Склад номер один. Вот новый сделали мы загон. Четыре жерди. Вот они лежат на травке. Все по-другому здесь. Там грязь-то было, вмешалось. О-о-о. Кандаш из-за башни деревьев. А, показ. Продолжение следует.